Более тысячи южноуральцев примут участие в гонке героев. На Чебаркульском полигоне уже подготовили 9-ти километровую трассу с препятствиями. Под свист пуль герои должны будут пролезть под танком и выбраться из окопов. Какие еще суровые преграды появятся на пути участников, организаторы рассказали сегодня. Рукоходы, есть рвы с водой, есть и вирес, на который нужно будет на финишной прямой забраться. Это канаты, колючие проволоки, пролезание под танком. То есть там вот настолько большой обширный список, мне кажется, на любой вкус. Всего больше 30 препятствий. Помимо свиста пуль будут засады и дымовые завесы. Все участники гонки получат жетон на стальной цепочке. В этом году разработали новый дизайн. Там же на гонке можно будет сделать на нем именную гравировку. Организаторы подготовили сюрприз и для гостей мероприятие. Это показательное выступление. Уже известно, что в турнире примут участие более тысячи человек. Но билеты еще есть в продаже. Их можно приобрести до завтра. Для гостей и участников предоставят трансфер до Чебаркульского полигона. Автобусы будут отходить от площади революции с 8 утра в субботу. Сам старт гонки запланирован на 11.00. Подобное мероприятие пройдет еще и в августе. После победителя отправятся на суперфинал чемпионата в Москву. Там разыграют призовой фонд. Правда, пока он не сформирован. В этом году Челябинская область стала первой площадкой в стране, где пройдет гонка. Если поначалу, в 2015 году, когда мы начинали проводить это мероприятие, у нас были некие сомнения. Но сегодня мы видим, что население Челябинской области, особенно молодежь, испытывает определенный интерес. Я напомню, гонка героев – это командная военно-спортивная игра. Первый раз состоялась в 2013 году на полигоне Алабина в Московской области. Тогда в ней участвовали всего 300 человек. Спустя год посетили уже 10 тысяч героев. Субтитры создавал DimaTorzok